Существуют также серьезные виды перепланировок, которые требуют согласования. В одних регионах требуется вначале согласовать перепланировку, а в других регионах ее можно сначала сделать, а потом уже согласовать. Но требование одно. Эти проекты должны делать уполномоченные организации, которые имеют как минимум допуски к разработке таких архитектурных проектов. Серьезной перепланировкой называют реконструкцию, которая сопровождается частичным изменением архитектурного облика здания или несущей конструкции. На практике мы часто расширяем полезную площадь помещения за счет кухни или за счет лоджии. Это серьезная перепланировка, которая требует согласования. Перепланировки, которые сопровождаются установкой газовых приборов с прокладкой дополнительных подводящих сетей. Если нам нужно заменить газовые плиты электрическими, если нам нужно создавать дополнительные или переносить существующие санузлы и ванные комнаты, если нам нужно сделать проходы в несущих стенах и заделывать такие проходы, также в несущих стенах, если нужно создать проемы в перекрытиях с устройством внутренних лестниц, это тот случай, когда собственник покупает одну квартиру на другой и хочет сделать лестницу между ними. Когда нужно изменить конструкции полов без затрагивания межэтажного перекрытия? Если мы начинаем затрагивать межэтажные перекрытия, то скорее всего нам это просто запретят делать. Когда нужно устанавливать новые тяжелые перегородки в многоквартирных домах? Здесь вы будьте бдительны, есть риск, что межэтажное перекрытие может лопнуть, если мы нагрузим его слишком сильно, возводя перегородку. Поэтому в основном мы используем либо гипсокартон, либо газопенобетон, который не сможет создать тяжелую нагрузку на перекрытие и не допустит появления трещин. Но все это делается опять-таки с учетом предварительно сделанного проекта. Когда нам нужно заменить, переносить или устанавливать дополнительное оборудование с увеличением энергии водопотребления или с прокладкой дополнительных подводящих путей для нежилых помещений? Когда необходимо поставить перегородки в домах с деревянными перекрытиями? По той же причине. Деревянные перекрытия, они не прочные, поэтому здесь нужно тщательно рассчитать нагрузку на перекрытие, прежде чем возводить перегородку. Разбирать полностью или частично ненесущие перегородки, воспринимающие дополнительную сверхнормативную нагрузку перекрытия. Есть вещи, которые запрещены. Если ваша перепланировка ухудшает условия эксплуатации дома, создает неудобства или угрожает здоровье других жильцов, а также может привести к разрушению здания, такие перепланировки запрещены. Давайте об этом чуть более подробно. Продолжение следует...